На сегодняшний день в России сформирована достаточно мощная и хорошая законодательная база, которая позволяет достаточно эффективно проводить и профилактическую работу, и предупреждать, выявлять, пересекать и привлекать к ответственности виновных, которые задействованы в экстремистской или террористической деятельности. Базовыми такими законами, конечно же, является федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, о противодействии терроризму и, конечно же, о финансировании терроризма. Помимо этого, за последние годы мы достаточно сильно ужесточили уголовную ответственность на этот счет И расширили круг лиц, которые могут привлекаться и привлекаются к экстремистской деятельности или терроризме. Достаточно сказать, что мы ввели квалифицирующий признак совершения убийства по политическим мотивам, за что назначается пожизненная мера наказания. Мы ввели квалифицирующий признак, который позволяет привлекаться к совершению зафинансирования экстремистской террористической деятельности. Мы увеличили срок тоже наказания за терроризм, тоже пожизненная мера наказания. За последние годы, во время работы даже Государственной Думы 6-го САЗЭВа, было принято ряд законопроектов, которые тоже усилили и расширили перечень лиц, которые могут привлекаться к уголовной ответственности. И усилили ответственность на этот счет. Например, сегодня мы исключили такое понятие, как срок давности за совершение терроризма или экстремистской деятельности. Мы исключили возможность назначать меру наказания судом ниже низшего предела, которое предусмотрено Уголовным кодексом. Если есть минимум 15 лет, то не может быть 10 лет лишения свободы. Если есть пожизненно, это должно быть пожизненно за совершение терроризма. И ряд других еще квалифицирующих признаков, которые подпадают сюда и участники, и те, которые занимаются финансированием, и организация совершения террористических актов или занимаются экстремистской деятельностью. Помимо этого, мы ввели ответственность и административную. Например, если суд принял решение о том, что эта организация является экстремисткой, и он запретил ее деятельность на территории Российской Федерации, но если приостановил деятельность на территории Российской Федерации, но лица также участвуют и продолжают, то они привлекаются, физические лица, к материальной ответственности. Должностные лица тоже привлекаются к материальной ответственности, к штрафу, например. И юридическое лицо тоже привлекается к ответственности первый раз. А дальнейшие случаи это уже уголовная ответственность. Таким образом, сегодня мы видим, что законодатели со своей стороны сделали достаточно много. Но мы на этом не стоим. Законодательство также и развивается. Например, сегодня на повестке дня у нас вопрос законодательно закрепить ответственность за реабилитацию нацизма или героизацию нацистских преступников. То, что мы видели, то, что творится на Украине. То есть мы постоянно развиваем законодательство с учетом сегодняшнего дня. Если мы видим вопрос, мы тут же принимаем, если мы видим, что это яд, мы тут же принимаем противоядие. Но лучше всего, если сегодня акцент сместить на предупреждение, на профилактику. И в этой связи нам необходимо задуматься, может быть, взять лучшее, то, что было, например, в Советском Союзе. У нас что в учебных заведениях, что в воинских подразделениях были такие должности, например, как заместитель по политическим вопросам или заместитель руководителя по безопасности. На мой взгляд, этот вопрос достаточно сегодня актуальный, поскольку учебные заведения занимаются обучением, но не воспитанием. Хотя в советское время нами занимались и обучением, и воспитанием, потому что одно без другого невозможно. Есть знания, но нет воспитания. Это так же пагубно, как человек воспитан, но совершенно без знаний. Это хорошая платформа для террористов и экстремистов. Это наиболее благоприятная среда. Поэтому и сегодня акцент смещается на молодежь. А наша молодежь, мы ее обязаны защитить. Она имеет право жить в развитом и правовом государстве. Причем независимо от национальности, от вероисповедания, от социального положения или расового происхождения. Каждый гражданин России, он должен понимать, что он защищен государством. И это государство безопасное и комфортное для жизни во все времена.